добрый день трейдеры и добро пожаловать на курс азбука форекс прежде чем мы начнем ознакомьтесь с предупреждением о рисках на нем раскрывается информация о рисках связанных с торговлей на финансовых рынках продолжая просматривать это видео вы подтверждаете что знаете об этих рисках сегодня мы поговорим о индикаторах и других инструментах которые вы можете использовать для анализа в вашем метод raider 4 первым шагом давайте посмотрим каким способом вы можете добавить индикатор на график для начала сделайте следующую на панели инструментов нажмите вставка выберите индикаторы либо любой из инструментов которые вы видите в списке ниже вы также можете перетащить индикаторы на свой график из меню навигатор который находится слева график может быть представлен тремя основными способами первый это график пар это один из основных способов построения графика он формируется из линий верхняя часть линии указывать на самую максимальную цену который инструмент достигал в этот день а нижняя часть показывает минимум цена открытия обозначена горизонтальные линии в левой части бара а цена закрытия обозначена горизонтальной линии в правой части этого бара второй вид графика это японские свечи он также используется различными техническими аналитиками показывает ту же самую информацию что и график пар но несколько по-другому точно так же как и график бар свеча включают себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены а также о том какая цена была на открытие и закрытие основное отличие от баров состоит в том что у свечей есть тело которое представляет диапазон между открытием и закрытием торговли в этот день когда тело заполнено или черная это означает что закрытие было ниже чем открытие если тело пустое это означает противоположное закрытие было выше чем открытие 3 вид графика линейный это самый простой тип графика который используется в торговле и как правило он создаётся путем соединения ряда прошлых цен вместе с использованием линии линейный график дает общее представление о том как двигалась цена в определенный момент времени. Перед тем, как принять решение по открытию сделки, вам нужно обратить внимание на тренд, импульс, уровни поддержки и сопротивления. Анализируя графики, вы отслеживаете то, как себя ведет цена в текущий момент и подходит ли текущая ситуация для открытия позиции на основе вашей торговой системы. Здесь мы видим импульс и коррекцию. Красные стрелки указывают на медвежий импульс, а синие стрелки указывают на коррекцию. Здесь показана общая тенденция. Если вы видите, что каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего, значит тенденция восходящая. Если каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего, значит тенденция нисходящая. Красные круги указывают нам на нисходящий тренд, а синие круги показывают восходящий. Фракталы дают вам больше визуальной информации о текущем тренде – восходящем или нисходящем. Как вы видите, анализ тенденции и импульса – это очень простой способ прочитать график. Уровни поддержки и сопротивления также важны, потому что они показывают нам, где может остановиться цена. Уровни сопротивления иногда рассматриваются как предел для роста в определенный момент времени, вблизи которых цена может развернуться. Уровни поддержки также могут сказать нам о том, где может остановиться падение того или иного актива. Различные ценовые модели показывают нам психологию участников. Они могут сказать нам о том, что цена продолжает расти или тенденция замедлилась или наоборот продолжает снижаться. Вы можете многое понять, анализируя график. Дополнительно вы можете использовать осцилляторы. Осцилляторы располагаются в нижней части графика и сравнивают ценовое движение, показывая вам динамику на рынке и ее характеристики. Например, если она ослабевает или наоборот становится сильнее. Всегда продолжайте исследовать различные методики и практики, для того, чтобы вы могли улучшить вашу торговую стратегию. На сегодня это все и увидимся на заключительном уроке курса Азбука Форекс.